Дорогие друзья! 5-6 апреля в рамках общеуниверситетского форума «Гуманитарные чтения РГГУ-2022» состоялась международная конференция «Интегративные и кросс-культурные подходы к изучению мышления и языка». Предлагаем вашему вниманию видеозапись доклада Татьяны Владимировны Черниговской на тему «Мозг и культура». Уважаемые коллеги, студенты, мы плавно переходим после всех приветствий к первому пленарному заседанию. И я с большим удовольствием хочу сказать, что главная проблема когнитивных наук – это коммуникация. В свое время Лотман сказал, что культура – это коммуникация. И в эпоху цифры мы не должны забывать о букве и об искусстве. Поэтому мне доставит огромное удовольствие предоставить слово ведущему эксперту в когнитивных науках современной России и не только современной России Татьяне Владимировне Черниговской, доктору биологических наук, доктору филологических наук. Ясаченко-эспондент РАО, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского университета «Мозг и культура». Пожалуйста, Татьяна Владимировна. Куда-то сделалась моя презентация, пока ее тут включают, я несколько слов скажу. Во-первых, очень приятно здесь находиться. Место не чужое. На конференциях таких я была многократно. И без конференции была многократно. Приезжать сюда приятно. И, конечно, очень интересный состав участников. Он отнюдь не только гуманитарный, что и понятно. Потому что когнитивная наука – это такое, ну, комплексное такое место, где все живут согласно. Но для того, чтобы нам согласны жить, нам нужно готовить специалистов, которые способны говорить на разных языках. Как это? Как обычно, да? Оно включилось уже? Да, вижу. Которые способны говорить на разных языках. Я при этом имею в виду не русский на Аляске, что было бы прекрасно, а мочь говорить с математиками, с биологами, даже конкретно с генетиками, со специалистами по нейросетям, с лингвистами и так далее. Это отнюдь не весь набор. И я почему с этого начала, что принято, уже подписаны приказы о том, что вводится специальность когнитивной науки, группа специальностей. И защищаться можно будет и по лингвистике, и по психологии, и по математике даже, потому что моделирование и всякие такие штуки. Обратите на это внимание. То есть можно открывать аспирантуры, что мы будем делать в близкое время, и вам советуем то же самое. Хорошо. Значит, вот я назвала свое выступление «Мозг и культура». И, как видите, здесь расположена дама, и мне кажется, что это я. Она, конечно, грозно выглядит, но тем не менее. Вот, которая смотрит на египетский текст. Этот текст, там и рисунки, и письмо. И почему я именно это поместила? Потому что я неделю назад была очередной раз в Москве и пошла на эту выставку. Спасибо, благодаря знакомым мне не пришлось стоять в огромную очередь. Я вам очень советую на нее пойти не просто потому, что это хорошая выставка, хороших выставок много, а потому что смотреть на такие древние культуры глазами 21 века – это совершенно особое дело. И тогда встают вопросы эксистенциального сорта, о которых я несколько буду и говорить сейчас. А именно, скажем, прогресс есть вообще? Даже если только на этот вопрос отвечать, то нам понадобится несколько дней, все равно не ответим. Но прогресс в культуре есть, прогресс в искусстве есть. Когда ты смотришь на то, что эти люди делали 4 или 5 тысяч лет назад вообще, крышу сносят у тебя. То есть ты просто не понимаешь, если прогресс, то возможно в другую сторону. Ну хорошо, поедем дальше. Принято считать то, что здесь и написано. У меня билингвальная презентация, там много по-английски. Сознательно я это делала, потому что есть иностранные участники. Как мы все знаем с детства, кони трепетная лань, значит, вроде бы никуда не впрягаются. Но именно та область знания, которую мы будем обсуждать эти два дня, это как раз та область, где они впряглись. И вполне даже как-то сосуществуют, не дерутся. Эйнштейн, которого я уже годы часто вспоминаю, потому что он мне не дает покоя, он, видите, что говорит, не будь я физиком, я был бы музыкантом. Но я физик, а между тем, вот то, что я красным выделила, я живу в музыке. Я ощущаю мир как бы в музыкальных терминах, если слово термин – правильное слово. Ну, как бы в музыкальных координатах. Это очень интересная вещь, потому что мы привыкли ведь что? Что есть гуманитарии – это одно поле, а есть сухие математики и физики – это другое поле. Это не более чем привычка говорить в таких терминах. Когда мы выходим на высокий уровень, особенно на самый высокий, вот там этой границы нет вообще. И будь время, у меня было бы много доказательств. Мы находимся сейчас, вот в той науке, которую мы обсуждаем, в поисках смысла. И я напоминаю общеизвестную книгу, потому что мы уже поиграли в структуры, во всякие схемы. Мы уже играем очень много лет в это. Интересно, что Роман Якобсон, один из крупнейших гуманитариев XX века, давным-давно еще написал, это было в 70-е, начале 80-х годов, «Структуры мне неинтересны». Это пишет структуралист главный. Структуры мне неинтересны. Мне интересно содержание, смыслы. То есть совершенно наелись как бы, наелись. Я бы даже сказала, объелись. Вот вопросы, которые я была бы счастлива обсуждать, каждый из них. Но это невозможно, я их просто поставлю. А вопросы коварные. Например, а что такое искусство? Вот это вопрос, который может задать только ребенок. Или люди нашего с вами уровня. А что такое на самом деле искусство? Ведь искусство – это не украшение и не развлечение. А это совершенно особое дело, которое характеризует только людей. А точно ли только людей? Что такое культура? Что мы имеем в виду под культурой? Потому что если бы здесь были, а может быть они и есть, просто я не вижу знакомых мне лиц таких. Если бы здесь были зоологи, к примеру, а тем более антропологи, те, которые занимаются высшими приматами, они бы сказали, есть культура, у них есть культура. Говорят о культуре муравьев, уж не говоря о дельфинах, ну, высокого ранга животных. И это ведь не потому, что они не знают, что такое культура. Они это видят так. Поэтому это не праздный вопрос. А универсалии в культуре есть? Есть что-то, что во всех культурах? А тогда что это? Продолжаю. Или это только свойства людей. Но мы тогда должны точно определить, что мы имеем в виду под искусством, под культурой. Потому что, если бы здесь мои коллеги были биологи, или зоологи даже лучше, они бы сказали, ой, слушайте, птицы такие строят эти самые гнезда, такую красоту там наводят, специально украшают цветами для того, чтобы дама сердца, значит, поняла всю пылкость чувств. Это интерпретация? Или это на самом деле? Ответить не так просто. Так что есть это у животных, а есть это у искусственного интеллекта. Сейчас нет, но дискуссии идут мощные. Если бы было время, поговорили бы об этом. Потому что программы искусственного интеллекта пишут картины, это факт, они пишут литературные предвещения, сочиняют анекдоты и делают это довольно искусно. А это искусство, это вообще какое-нибудь отношение к тому, что мы обсуждаем. Имеет? Я считаю, что не имеет. Это игрушки, это трюки алгоритмов. Ну, дальше пойдем. Гениальный Пушкин, я как-то наткнулась, я всегда натыкаюсь. Наткнулась я на фразу, которая здесь красным написана. Старайся наблюдать различные приметы. Мне просто понравилось, как это сформулировано. И дальше вот он пишет, ну, то, что пишет. А идея-то здесь вот какая. А ты внимательно смотри по сторонам. Не специальное исследование. Сегодня мы исследуем Ямпу, а завтра исследуем Хорея. А послезавтра предаточные предложения. Ты просто смотри внимательно. Ты там много увидишь того, что тебе пригодится. И это пригодится мне в дальнейшем. Дарвин. Он, Дарвин ведь что считал? Он считал, что кардинальной разницы между животными и человеком нет. Что это разница в степени. Не в качестве, а в степени. Что мы такие же, как они, только быстрее, умнее. У нас лучше память. И вообще всем мы хороши. Но ничего такого особенного. Он задает удивительный вопрос, который, если бы это не был Дарвин, то нужно было бы фыркнуть, так сказать, в адрес. А что же все-то не поумнели? Столько было времени эволюционного. Почему, скажем, обезьяны не превратились в людей? Ну, это дурацкий вопрос. Но его задает Дарвин. Вот что оправдывает этот вопрос. Он говорит, что поскольку дело безнадежное, давайте это и не обсуждать. И, по крайней мере, тогда это и не обсуждали. Но сейчас все-таки начали обсуждать. Примак, человек, который поведением животных много занимался, он прямо пишет. Он пишет про то, что нас пока, насколько мы знаем, отличает от всех других биологических существ, а именно наличие языка такого типа, как у нас. То есть очень сложной конструкции. И это вроде бы является все-таки краеугольным камнем, который отделяет это все. А вот у нас есть это. И это связано еще с сознанием и так далее, но даже не буду сюда заезжать. И Примак пишет, что человеческая эволюция – это как бы нарушение правил… То есть, извини, человеческий язык – это нарушение правил эволюции. Для тех, кто… Ну, поскольку я наполовину биолог, сообщаю, что единицей эволюции является не особь, а большие группы, популяции. Эволюция готова потерять сколько угодно волков, для того, чтобы сохранились волки вообще. А человеческий язык, как писали к Ерке, горы, и еще там некоторый набор, описали они, что – это средство борьбы со смертью. Ни больше, ни меньше. То есть, индивидуум начинает выступать индивидуум. Эволюция – это не нужно. Это какой-то поворот не туда. То есть, слава Богу, что повернули, но не туда. Ухтомский, гениальный российский физиолог, кстати говоря, профессор Петербургского университета, он, между прочим, был человеком, который придумал хроноток, а вовсе не тот, про которого мы знаем и которого любим, да, Бахтин. Бахтин был у него на лекциях. Вот. И хронотоп – это ведь что? Это на тему того, что мое… Он так не писал, но я свое скажу, свой взгляд. То, как мы сейчас себя ведем, не определяется тем, что произошло 3 минуты назад или 10 минут назад. Это может определяться тем, что с нами произошло в полтора года. То есть, оно копится. И должно по времени и по смыслам совпасть. Поэтому определение поведения, почему человек сделал так, а не так, может находиться очень далеко. Ты не ждешь его. Это не условные рефлексы в смысле Ивана Петровича Павлова. Тебя ударили, ты падаешь. Хорошо себя ведешь на конфету. Вот это не так. Это далеко находится. Ничто из пустоты не появляется. Все имеет свои корни. И посмотрим дальше. Теер де Шарден, который был запрещен, когда я в университете училась. Я случайно у родственника, так сказать, на эту книжку наткнулась, прочла ее, у меня все снесло. И она прекрасна. И в частности, он там пишет, что история жизни – это развитие сознания, ни больше, ни меньше он пишет, завуалированная морфология. Завуалированная морфология – еще более сильный удар. То есть, из этого я это читаю, как то, что есть некий вектор. Зачем-то природе понадобилось это все устроить и вести к тому, когда начинает появляться мощный мозг и то, что он умеет, то есть язык и сознание. А зачем? То есть, ну, конечно, вообще ученому не полагается задавать такой вопрос, но я его все-таки задам. То есть, интенция, что ли, какая-то есть у эволюции? Почему ей надо было идти сюда? Таким образом получается, что история жизни на Земле – это история, ведущая нас вот к этой сложной точке и к тому, что этот мозг нам дает. А именно, он умеет работать со знаковыми системами. Знаковые системы, похоже, являются главным игроком на всем этом поле. Поскольку я даже, может быть, я даже до сих пор там числюсь, есть такая группа международная биосемиотика. Ох, я вам скажу, их послушать – это вообще. А есть еще космическая семиотика. Там как себя ведут звезды, но туда я даже не хочу залезать. Короче говоря, если послушаешь биосемиотиков, то там семиотическими системами, знаками пользуются не только животные. Это опять встает вопрос интерпретации. Но и мхи, лишайники, там лишайник, который гигантский организм, опутывающий всю планету. Ну, в общем-то, уши свет. Но если вот сюда не входить, то все-таки мы работаем со знаковыми системами. И эти знаковые системы – это то, что вербальный язык, это разные другие языки. Музыка, математика, язык тела, пластика всякая. То есть большой набор. А вот были же чудесные времена, это V век до нашей эры, Эмпидоклу. Смотрите, что писала. Они считали, как все организовывалось, что сначала летали разные части. То есть головы, шеи. А потом это все как-то вот собралось. Вот это интересно, как бы анализ и синтез. Что, может быть, собиралось из этих кусков. Меня просто развеселило это дело. Что исследует нейронаука вообще? Она исследует схемы и или функции мозга. мозга, как большой системы. И вот эти все штуки его составляют. А смысла она исследует? Вот похоже, что нет. То есть она делает вид, что исследует. Но это скорее объявление, чем реальность. В основном мы играем в структуры. Более того, мы играем в то, что мне уж надоело показывать. Правда, новую картинку цветную нашла. Мы зачем-то все время ищем место жительства в мозгу. Где чашка, где ложка, где и причастие, где душа, где любовь, где творчество. Как будто, если мы это место нашли бы, а мы его, разумеется, не найдем по определению. Его не надо начинать искать. Потому что этого места нет там. Но если бы мы нашли, то как будто это нам бы объяснило всю сложность жизни. Так вот, ничего бы не объяснило. Но продолжается этот поиск. Поэтому я не буду говорить о местах в мозгу, не о том, где живет душа, и где живет искусство, и что обеспечивает сочинение Фуги Баха. Потому что это безумная идея. Ее просто не нужно этим заниматься. Язык, наш язык вербальный, которым мы сейчас общаемся, это видовое свойство человека, и оно не столько коммуникация. То есть оно, конечно, коммуникация. Но коммуницировать можно и без вербального языка. Другой вопрос, что это будет другой тип коммуникации. Но это возможно. Это мышление. Язык – это то, как мы мыслим. Поэтому, когда мы исследуем животных, к примеру, то я ума не приложу, дорого бы отдала, для того, чтобы представить, что мыслит себе кот, который на печи лежит. Чем у него что там? Мы, конечно, можем сказать, у него картинки, как он за мышкой бегает. А вы откуда знаете? Он вам это как сообщил? Он же делает выводы какие-то, да? Причинно-следственные связи у них присутствуют. Как это идет? Когда мы в язык стали играть, то пошло то, что сейчас потрясающе исследуется на грани не при Сурене-Золяне, которого я вижу и приветствую, будет сказано, на грани генетики и лингвистики. Причем этих граней много. Это и то, что Сурен Тиграновича следует, как лингвист. Он читает генетический текст, как лингвист. Но и какие этносы действительно вместе жили, кто с кем был связан. В общем, короче говоря, вот этногенетика, равно как и палеогенетика, что вообще сказочная область, она нам дает информацию, которую человечество не было никогда. Конечно, лингвисты постарались. И вот я здесь некоторое количество замечательных лингвистов вывесила. И хочется же узнать, как это было. Вот этот первый, был ли первый язык или первые языки, это полигенез, моногенез. И дальше что пошло? То есть их стали посеемьем разводить. Ну, в общем, то, что не в этом месте говорить, я думаю, все это исследовали. А поскольку речь идет об эволюции, в том числе и об эволюции языка, то встает вопрос, а есть ли какие-то общие черты эволюции, которые свойственны совсем разным системам, скажем, языку и биологическим единицам каким-то, или сообществам биологическим, и даже техническим. Вот мы с Академиком Наточеным, с Юрием Викторовичем, много лет назад начали эту работу, и вот относительно недавно, в год назад вышла в частности такая статья, как бы от начала эволюции организмов до информационных систем. И у нас там получается, что есть принципы эволюции, которые годятся для всего. Вот могу вам честно сказать, признаюсь, меня волнует эта история, я не люблю, когда получаются слишком широкие параллели такие. Мне все время кажется, что что-то мы тут натягиваем, ну разумеется, несознательно, но оно так выходит. Я хочу обратить ваше внимание на то, что когда описывают эволюцию биологических систем и языковых, то употребляют в частности термины, которые вообще-то биологические. Ну, видите, это морфизм, нет и не, рекапитуляция, гибридизация языков, моно- и полигенез. Я, поскольку много лет проработала в Институте эволюционной физиологии и биохимии Академии наук, эти слова у меня в печенке сидят, они там употребляются каждый день. Оказывается, это годится для описания языков. Замечательный лингвист, очень известный лингвист Гивон на эту тему много чего писал. Ну и в частности, у нас просто мало времени, поэтому я с вашего позволения пролесну. И в частности, вот то, что красным написано, он пишет про лингвистику, но это биологические вещи, то есть, похоже, есть какие-то совсем уж универсалии, которых ты, ну, никак не ждешь. Все это сводится к чему? К тому, что в эволюции как языка, так и биологии расчет число регулируемых факторов и регулирующих факторов и регулируемых параметров. Ну, мы не можем сейчас это обсуждать, но если кому интересно, я и статью могу прислать и так далее. Прозевало что-то. Короче говоря, язык – это то пространство, которое делает нас людьми. Я думаю, картинка, которую изображает Эмберто Эка в книгах знакома практически каждому из здесь сидящих, когда ты из них выбраться не можешь. Ты так сидишь во всем этом. И пролистаю быстро. Много кто про это писал. Шпет. Слова – это не свивальники мысли, а ее плоть. То есть это не то, что я придумал что-то, а теперь-ка скажем, как это будет. Вот это нет. И об этом много народу писало. Мысль зачинается в слове. Хорошо, а как тогда выглядит мысль, которая есть у дельфина, у врановых, интеллект которых чрезвычайно высок, как мы знаем, ну и так далее. Как это? В каком таком слове? Флоренский. Не больше, не меньше. Слово и есть реальность. И даже более того, и познающий субъект, и познаваемый объект. Этим очень яростно спорили Арбели и Иван Петрович Павлов. Не соглашались совершенно. И я сначала, у меня были, уж извините за нахальство, у меня были большие претензии к Павлову. Думаю, ну как это так? Он гениальный ученый, разумеется. Разумеется, очень умный человек. Ну как, я думала, он может играть в такую простую вещь, как условные рефлексы, перенося ее на высшие функции? Понимаете, когда там лапой дернул, это бог с ним. Но когда речь идет о высоком уровне, какие условные рефлексы? Почему он, это просто есть записи, известно, что он запрещал у себя сотрудникам, кто будет говорить о, вот то, что мы сейчас называем first person experience или квалия, ну, ощущение от первого лица. Кто про это заговорит, пусть убирается. Мы здесь серьезными вещами занимаемся, мы ученые, мы глупостями не занимаемся. Но это не соотносится с его высочайшим уровнем. И я думаю, теперь, я думаю, и вот в том числе и на эту тему у него были споры с Арбели, я думаю, он понимал почти безнадежность этой истории и не думал, что стоит в нее влезать, чтобы просто болтать. Понимаете, если иметь в виду, что это салонная беседа, то можно много чего наговорить. А как ты будешь это исследовать? Ну что, а дальше пошло-поехало. Стали интересоваться, где что в мозгу. Брака и верники появились, которые объявили соответствующие зоны в левом полушарии, которые отвечают за речевую продукцию и за речевое восприятие. Огромное целое направление, которое сейчас присутствует очень активно в науке и в практике и будет всегда, к сожалению, потому что инсульты, инфаркты, опухоли, ДТП, ранения, все это происходит каждый божий день, и нужно это знать. Но тогда же появился человек Хьюлингс Джексон, который был просто... Он был врач, британский врач, ничего про лингвистику не должен был знать, но он был очень внимательный человек, вот наблюдал приметы, как Пушкин говорит. Он просто... И все записывал. Просто смотрел за пациентом и записывал. И он записал, и более того, опубликовал огромную информацию о том, что представляет собой для высших функций правое полушарие головного мозга, о чем никто вообще даже не смотрел в эту сторону. И интересно, что хотя это было опубликовано, это не произвело на человечество абсолютно никакое впечатление. Оно ждало десятки лет, пока его потом вспомнили. Когда началась эта мода, это мой рисунок, правда, ему много лет назад, я в Коралл-Дро научилась рисовать, очень гордилась. Вот здесь расписано, то нам нет времени обсуждать, где прагматика, где синтагматика, все это делилось на два, все это очень красиво укладывалось в левое и правое полушария головного мозга. Это закончилось, я вам хочу сказать. Несмотря на то, что, как говорят люди, которые работают с информацией, это хорошая идея появилась, разделить большие функции на куски, на некоторые. Вот этими вещами будет эта часть заниматься, а этими это, что это гораздо более эффективный способ работы с информацией, что эта эволюция как бы сделала хороший ход, разделив функции между правым и левым полушарием. Все мы страшно довольны этим были. Более того, в 1981 году Роджер Спирис с компанией получил за это Нобелевскую премию Split Brain, это разделенный мозг, а также его коллега и друг, насколько я понимаю, Майкл Газанига. Модное дело было. Тем не менее, основная линия шла и правильно, потому что роль личности в истории «Великий Лурия», который основатель отечественной нейролингвистики, который, когда я прочла его книгу «Язык и сознание», когда она вышла, она вышла после его смерти, по-моему, уже, я думаю, боже, надо вообще уходить там пельмени лепить, потому что если врач публикует книгу такого высокого уровня лингвистической компетенции, то это что вообще такое? Правда, там были серьезные консультанты, там был Звигинцев, там был Вячеслав Селочеванов, там был Якобсон, то есть это не на пустом, как я уже показывала, из ничего ничего не берется, все имеет свои корни. Были Вехтерева и ее дед Вехтерев. Вехтерев, между прочим, описал, обратил внимание человечества на подсознание за 4 года до Фройда. Он читал лекцию, приглашенную в Казанском университете, и там все было сказано. Еще Фройд вообще не родился, ну как ученый, я имею в виду. А Наталья Петровна, она занималась вот такими вот вещами, и я в частности веду вот важнейшие вещи, вот здесь я выписала, мягкие и жесткие связи в мозгу, к сожалению, нет времени обсуждать это, детектор ошибок, очень важное открытие ее, вообще Нобелевского уровня, это обсуждалось, между прочим, и механизмы творчества, которые как-то завязло это все. Был Григорий Вик... Я просто хочу несколько имен. Григорий Викторович Гершуни, у которого я имела счастье некоторое время работать, вот, и мы искали, помимо того, что вот здесь написано, искали что-нибудь вроде протофонем. Думали, а может быть, у зверья, это были обезьянки, цебус капуцинус, вдруг там найдутся кусочки, из которых их сигналы связаны. Но у нас кишка тонкая, потому что... А как ты это узнаешь? Мы, конечно, я сидела... Это сейчас хорошие программы, компьютерные, можно со звуками делать все, что угодно. Я сидела с маникюрными ножницами, прокляла день, когда я родилась на свет, Боже, резала вот такие кусочки, лаком для ногтей, переклеивала эту пленку. Ну и что? Была бы умнее, не делала бы этого. Потому что, для того, чтобы выяснить, если у них фонемная, я должна иметь от них ответ. А где ответ-то? Как ответ получить? Его получить нельзя. Наталья Николаевна Траугут, которую Арбелия дал ей молодой, она блестящая была, и один из тех людей, которые и афазии, и речевое развитие у детей, и патология речевого развития у детей. Потрясающая женщина. Я ее застала, абсолютно феноменальная. И из нее выделились Баллонов и Деглин, которые известны работами по полушарной асимметрии мозга. Якобсон в 80-м году выступает в Нью-Йорке с докладом Brain and Language, который потом публикуется отдельной книжечкой. Это есть, я сама переводила, это есть в собрании, в избранном томе. И вот там он это делит все. Было бы у нас время. Он очень интересно это делит. Он говорит опосредованные и неопосредованные сигналы. И переводит вот один из характерных примеров, которые он приводит. Мне кажется, все ставит на свои места. Он пишет звук В. Это может быть физический звук, с помощью которого вы задуваете свечу. И тогда это правое полушарие. А может быть этот же звук, который начинает слова when, what и так далее. И тогда это левое полушарие. Это гениальный пример, который говорит нам о чем? О том, что это не инвентарь там лежит, справа вилки, а слева туфли. Нет. А то, что мы с этим делаем. То есть это именно семиотический подход. Что это такое? Физически оно может быть одно и то же. Юрий Михайлович Лотман, тогда же вот эта мода пошла. У меня есть еще чуть-чуть время? Я уже гоню как могу. Я имела счастье многократно с Юрием Михайловичем общаться именно на эту тему. Тогда пошла мода. Эту моду открыла Московская Тартусская школа, которая была увлечена в том числе идеей диалога, понятно откуда идущей. Вот. И вдруг они обнаружили, что правый и левый мозг являются моделью такого диалога. Понимаете? Это замечательные, очень умные люди. Никто, разумеется, примитивно к этому не подходил. Но как модель это очень серьезно выглядело. Лотман пишет, например, у него есть замечательная работа, которая называется «В мире...» О, начала. Как она называется? «В мире иных миров, что ли?» Ну, сейчас я дойду до этого. У Лотмана есть интересная вещь. Он говорит, когда речь идет не о технической передаче информации, а о смысловой, то появляется новый игрок. Этот игрок – шум. Шум – это, как он пишет, я почти цитатно говорю, не ошибка инженера, не то, что плохо сделано, и поэтому шум в знаковом смысле, естественно. А шум – это то, что производит новое знание. Оно рождает новые миры. Для передачи информации лучше, чем озвука Морзе, ничего быть не может. Здесь отстучал, здесь то же самое получил. Но при токе информации, как бы новой информации, не получается. Получается тогда, когда коммуниканты не равны друг другу. Не А разговаривает с А, а А разговаривает с Б, и они постоянно друг с другом не согласны или даже друг друга не понимают. Вот та точка, где рождаются эти семиотические миры. При этом А и Б – это не обязательно люди, это культуры, типы культур. Диалог как основа семиозиса в связи вот с этой полушарной идеей, как моделью, вот что захватило там чуть не на 10 лет эту абсолютно блестящую компанию, которая в Тарту, в Москве и отчасти у нас, в Петербурге, варилась. Но больше это на два не делается. У меня у самой докторская диссертация на эту тему, и я об этом сожалею. Я очень была увлечена этим делом. Но сейчас я вижу, это не так больше. То есть все это осталось, там никто, понимаете, факты есть факты, как бы ты, но интерпретация другая. Мы имеем дело с таким сложным чем-то, что представить себе, что оно делится на два, на четыре или на шестнадцать, ну может только дурачок, не делится оно ни на что. Это сложнейшая нейронная сеть, которая, или вот то, о чем Константин Владимирович будет говорить гораздо лучше. Это, и она живая, там нет ничего застывшего. Сегодня эти депричастия были здесь, а через минуту они уже здесь. Поэтому, когда речь идет о том, мне же все сумасшедшие пишут, где там душа расположена, ну нельзя, даже в этот разговор нельзя входить, потому что нигде и везде. Вот, внутри мыслящих миров, вот чего я вспомнить не могла, в 1999 году, он гений, конечно, несмотря на то, что на два не делится, вот эти мыслящие миры, они, они про это, про все, про что говорим. Вячеслав Силович Иванов, который к нам приезжал в лабораторию, он там в этих опытах, ну не он не участвовал, но он присутствовал при этом. И голову нам всем заморочил, он, кстати, хочу сказать, что он, он, конечно, гениальный абсолютный человек, но он подшаманивал, потому что он как-то приехал к нам и говорил, а там еще мы исследовали, как рисуют люди с правым, с левым полушарием, как они воспринимают пространство там. Он говорит, вы когда им говорите, нарисуйте человека, они должны вам рисовать руку. Мы говорим, ну имея в виду Петроглиф, и там, ну у него же, понятно, это далеко ассоциации шли. Мы говорим, может они и должны, только никогда не рисовали. Приходит пациентка, он ей говорит, нарисуйте, пожалуйста, человека. И она рисует руку. Это было один раз. Вот первый, и он же и последний. Он говорит, ну вот, вы видите, как бы правым-то полушарием, она вот, вот как он велел, вот так она как бы и нарисовала. Как он в книге, а? А? Подсадная, к сожалению, ну в общем, мы знаем, что не подсадная, потому что это же пациенты. Бахтин, события жизни, ну на рубеже двух сознаний, это все про одно и то же. Это про то, что обязательно должны быть контрагенты. Если, если вы и ваш собеседник во всем согласны, а что собираться? Вы для чего собрались тогда? Что вы, о чем вы говорить будете? Если вы все одно и то же знаете. Выгодский, который об этом писал, как мы все знаем с детства, Библер, процесс внутреннего диалогизма, это столкновение радикально различных логик мышления. Это, это вот все оно. Почему они так увлеклись этим правым и левым? Выгодский, которого я в данный момент, это вот об этом сегодня уже и ваш ректор говорил, и много кто говорил, про кросс-культурные вещи, мы не можем пренебрегать этим, и наш ректор говорил, Николай Михайлович, мы не можем делать вид, что все одинаковые, и все на все смотрят одними глазами. Либо у нас просто с интеллектом дело плохо, либо мы должны признать, что это не так, что и сосед мой может думать иначе, и уж тем более целая другая культура. И это очень интересные вещи, вот если бы, ну просто невозможно всем заниматься. Но в этой связи вспомню Майкла Кэула, который в Москве, особенно в психологическом факультете, не чужой, и Петера Тульвеста, который на психофаке МГУ, кстати, диссертацию защищал, и был некоторое время ректором Тартовского университета. Мы вместе работали, исследовали, ну то, что они знали из кросс-культурных исследований, мы накладывали на вот эти полушарные вещи, и оно у нас сходилось. Вот меня все время волновало, что-то много сходится. Поразительно как-то все получалось. Дети рисуют так, как правое полушарие, и так, как люди из незападных культур. Ну слишком просто как-то. Но тем не менее так и было. Итого, смыслы являются для нас важнейшим делом. У нас есть в мозгу вот этот желтый крючок такой, видите? Похоже, что его нет. Это связи. Вот эти цветные штуки, это не места жительства, а это связи, которые в мозгу, в нейронной сети образуются, когда человек делает то-то и то-то. Так вот, есть связи, которые связаны именно со смыслами. И насколько мы знаем, я не удивлюсь, если мы узнаем сегодня вечером другое. Это я не даю честного благородного слова на всю жизнь. Насколько мы знаем, у других наших собратьев по планете этого нет. Значит, дело дошло до того, что нам дали мозг, который работает со смыслами. Почему я говорю? Человек в поисках смысла. Известное дело. Я приближаюсь к концу. Вот наша наука, эта нейронаука, она смотрит на мозг, как на какое-то устройство, которое, да, очень сложное, ну, кто бы спорил, которое получает информацию, ее обрабатывает и реагирует. Это, разумеется, так. Но из этого следует, что его, и в том числе сейчас, вы не поверите, очень часто исследуют как биоавтомат. Если это, ну, бихвиористы, им большой привет. Да, то есть они все время, если вот так вот, то тогда вот что получится. Если так, то вот что получится. Я была сколько-то лет назад в лаборатории Скиннера в Мериленде. Ну, Скиннера уже давно не было, но были его ученики тоже, уже очень престарелые. Циркино. Что они там делали с этими голубями по-прежнему, вот как Скиннер делал, так, эти голуби, это какие-то были Нобелевские лауреаты, а не голуби. То есть вообще просто красота. Я им говорю, хорошо, но это голуби. А как насчет человека? Точно так же, только немножко сложней. Понимаете? Стоят насмерть. Они, то есть все имеет каузальность, причем каузальность не в духе ухтомского там и так далее, а такую поближе. Каузальность такая простая. Вот здесь так научили, а вот здесь так получили. Поэтому коллекционируются факты, много очень фактов. У нас этих фактов, деваться от них некуда. И у нас есть надежда, отчасти сознательно формулируемая, а отчасти подразумеваемая, что она как-то самой сложится. Что мы вот еще, еще этих фактов понакопим, а потом они как-то чудесным образом нам дадут общую картину. Вот это большая ошибка. Оно не сложится само. По разным соображениям, в том числе этическим, мы должны, мы не можем делать жесткие эксперименты на людях. Значит, на ком будем делать? На животных. Хорошо, но как бы выхода нет. А дальше мы, опять же, кто сознательно, а кто подсознательно думает. А вот дальше мы просто это вот усложним-усложним и получим то, что у нас. То есть неправильная печка не та, не от той печки танцы. Почему-то считается, что и, ну вот здесь узнаем, а у нас так же. А вы с чего взяли, что так же? Мы другие. И в этой связи тоже нет времени обсуждать, вспоминается Дайсон, который писал о лягушках и птицах в науке, что лягушки изучают факты, но не видят леса сверху, потому что рожденный ползать, летать не может. А вот те, которые летают, они высокомерные, и их вообще факты не очень интересуют. Но зато они видят огромные пространства. И сам Дайсон говорил, жутко завидую своим друзьям, таким же, как он, то есть звездам первой величины, которые птицы. Я-то лягушка, вот я сижу, там факты собираю. Лягушкам действительно слава, потому что лягушки работают с суперкомпьютерами, с томографами, с энцефалографами и собирают много-много разных штучек. Вот птиц не видно. Более того, отнюдь не все, что мы делаем, даже неловко произносить такую банальность, происходит с использованием сознания. Я даже не хочу говорить слово подсознание, я хочу сказать неосознаваемые процессы, неосознаваемые, в огромной мере присутствуют. Мы что, когда говорим на своем родном языке, который мы знаем хорошо, вы что, вы считываете, какой падеж что ли будет, и как там с суффиксами, префиксами быть, это же оно идет само, как оно идет, хотелось бы узнать. Нигде оно идет, я уже сказала, что это меня не интересует. А как это выходит? Короче говоря, вот эти алгоритмы, они очень трудно выявляются, а роль их гигантская. Для немецких наших коллег специально даже по-немецки это поместило. Гёте что говорил? Он говорил, то, что вы здесь видите, и то, о чем Юрий Михайлович Лотман тоже говорил, только в других словах. А именно он говорил, наука занимается чем? Анализом. Вот то, что Якобсон сказал, мне надоели структуры. Наука занимается тем, что она все режет. Режет, по коробочкам, он говорит, конечно, Лотман говорил, конечно, теленка можно на стейке разобрать, но обратно не собирается. Это оно и есть. И в этой связи я не могу не вспомнить просто великого Владимира Петровича Зинченко, которого мы очень, мы дружили с ним, он вообще замечательный. Он что говорил, как все, я думаю, читали? Из психологии Пси исчезла. Психология занимается чем? Она мерит либо она беседует на бесконечную, на тему, кто увидел папу или маму во сне, или она беседует про душу, но в совершенно в другом смысле, или она миллисекунды, понимаете, миллисекунды, спайки, что она делает? Вы мне могли бы сказать, да, но это не вполне психология, это делает биология. Слушайте, не в этом собрании говорить. Давно все перемешалось. Что, чем считать, это вопрос договоренности. Одним словом, если мы не сделаем, кто, вопрос в том, кто эти мы, если мы не сделаем парадигмального скачка, собирать дальше бесконечное количество данных, которые каждый день появляются тоннами, бессмысленно, потому что мы не знаем, что с этим делать. Нам надо посмотреть на туда, где проявляется именно человеческое, причем не вообще какого-то человека, а гениальных людей, потому что они обеспечили нашу цивилизацию, как у них это выходило. Не в какой точке мозга у них что сыграло и получилась сороковая симфония. Вот это не об этом разговор. Поэтому смотреть, как я здесь пишу, нужно не только на МРТ, ГЭИ и так далее, а нужно читать дневники лучших, нужно смотреть рисунки и черновики этих рисунков, нужно смотреть, подглядывать в творческий процесс. Другой вопрос, что очень трудно свести будет. Различать стили, что это за стили, вот то, с чего мы начали. Прогресс. Какой прогресс? Где вы видите прогресс? Я недавно наткнулась, я всегда натыкаюсь, на то, что это кусочек из стихотворения, которое Вячеслав Селыч Иванов написал. И меня оно поразило. И Бог ночует между строк. Ни больше, ни меньше. Там, где не видно, там, где не видно, вот паузы, синкопы, тишина, как игрок, не тишина просто так, а как активный игрок. Управление временем, как в музыке. Музыка с чем имеет дело? Она имеет дело с временем. Она использует в качестве инструмента физический звук, но физический звук – это не музыка. А музыка играет с временем. Я однажды была на концерте, ну, очень хорошего, известного пианиста, вот, и меня поразило, как он исполнял, по-моему, он Шопена играл. Меня поразило, как он делал недопустимые паузы во время игры. Он вдруг просто останавливался. Если бы он не был такого высокого уровня, можно было бы подумать, что он там забыл, как играть. Ну, понимаете, что этого не может быть. Огромные паузы, которые тебя настораживали, ты весь мобилизовался, и ты думаешь, что это происходит такое? И недавно я прочла статью, которую в MIT, делали про роль пауз в решении когнитивных задач. В паузах есть что-то такое особое. Они не просто членят континуум, как мы привыкли. Не будет пауз, мы не могли бы разбирать речь, не будет пробелов спасительных, как бы мы читали текст. Но я сейчас не об этом говорю. А в них есть своя какая-то роль большая. Вот Бог ночует между строк, это сильно сказано. И уж говорить об этом больше не буду, но я несколько лет уже, года два, маньячу на тему того, что может быть на мозг насмотреть вот так вот, со стороны искусства. Он делает другие вещи, он не занимается только переработкой информации. Он фокусирует внимание, он где-то ставит тени, где-то луч у него есть. Много чего, если почитать теоретические работы по барокко, то их можно вписать в учебник по нейронаукам. Ну и последнее, что хочу показать, вы вряд ли можете разглядеть здесь, но я думаю это висеть будет где-то, презентация. Я вам советую посмотреть на эту историю. Это карта мира, написанная в 1575 году. Шутовская, такая издевательская карта, что как бы мир, состоящий из дураков. Там надо читать латынь. Советую потом почитать. И я вас благодарю за внимание и терпение и тоже помещаю здесь картинку, где сидит вовсе не ученый, а однако он смотрит на падающее яблоко. одним словом я уверена в том, что будущее вот этой нашей науки, во всяком случае той, которая касается человека, оно перестанет делиться на гуманитарные программы и так далее. То есть оно может еще, если ему нравится играть в безумную игру, оно может продолжать играть, но она никуда идет. Вот я просто нудром чувствую, что здесь нужна не формальная, а реальная конвергенция. Нужно на самом деле подглядывать, как Пушкин велел. Старайся наблюдать различные приметы. А ты посмотри, что он делает. Посмотрите на рисунки Пушкина, например. В них надо смотреть не как на картинку, а вот когнитивно. Он что вообще делает? Оправки, которые делают гении, ошибки, которые они делают. Это ценнейший материал, который если мы выпустим, то мы про нашу цивилизацию ничего не знаем, значит. Если все накроется медным тазом, к чему дело идет, то что останется? Останутся великие картины, останутся, если будет где остаться, великая музыка, останется то, что делали эти люди. Не кофеварки, понимаете? Ну, спасибо, извините за долгую речь. Спасибо, Татьяна Владимировна. Знаете, Ключевский в свое время сказал, наука это не просто знание, это сознание. Вот ваш доклад с высоты птичьего полета показал это. И еще один комментарий. У нас в РГГУ в нашем центре фактически прошло очень серьезное изучение того, как располагается в головном мозгу слова русского языка, выражающие угрозу. Впервые для русского языка был создан семантический атлас. И это доказало то, о чем вы говорили, что не только в древом полушарии хранятся слова, но и в правом полушарии. И покойный Величковский выглавил с ним эти исследования. Хорошо напомнили. Спасибо, вы разумеется правы. Я хотела коллеге сказать, давайте вспомним Бориса Митрофановича Величковского, который нас покинул, который в начале всего этого когнитивного дела был. Он же первый это дело начал. Мы друзья там чуть не с детства с ним были. Ну, в общем, он, к сожалению, от нас ушел. Это очень грустно. У вас очень интересные работы, в том числе не только про слова, а вот с ним совместные. То есть левые полушария это не единственное хранилище. подтверждает ли это не так давно уже. Это не отменяется. Последнюю фразу скажу. Лотман цитирует Пушкина и говорит «Неча кормилицу кусать, если зубки выросли». Вот это очень точно. Поэтому сейчас легко говорить «Все было не так». Оно не так было. Это были не ошибки. Но с тех пор мы гораздо больше знаем. Поэтому взгляд на это поменялся. Никто же фальшивых фактов там нет. Нобелевская премия есть Нобелевская премия. Никуда не денешься. И еще Татьяна Владимировна один вопрос очень короткий. вы упомянули Шпета, который впервые говорил о единстве мысли и слова. А Вгоцкий был после него получается, что мысль творится в слове. И то, что я слово позабыл, что я хотел сказать, и мысль бесплотная в чертог теней вернулась. Да, слепая ласточка в чертог теней вернулась. Кто был первым все-таки? Шпета, Я не сильна в датах, прямо скажу, поэтому я не знаю, поэтому не хочу врать. Но почитать надо еще, знаете, кого? Нужно читать Бродского. Бродский на удивление поэт может быть гениальным поэтом и неумным человеком. Вот Бродский очень умен. И он в своих эссе пишет совершенно невероятные вещи. Он, в частности, он пишет поэзия, есть колоссальный ускоритель сознания, ни больше, ни меньше. Это вообще заявление сильное. Поэтому представители точных и естественных наук, которые на это смотрят, как на светское развлечение, они глубоко ошибаются, потому что там очень много всего лежит. Вот. И в самих стихах, и в эссе, которые вокруг этого. Это как пример просто, Бродский. Спасибо. Спасибо большое. Ира Ивановна, можно короткий вопрос? Очень коротко. Ира Ивановна, я тоже хотел... Спасибо. Включите, включите, пожалуйста. Тогда сюда. Тогда сюда подойдите. Да. Это они сказали, да. Да. Вы сказали, что мультиз начинается в слове, но как быть с внутренней речью? Я думаю, Вера Ивановна, может быть, имела это. Все-таки по Выгодскому и ПЕЖ человек думает внутренней речью, то есть смыслами. Но это уже речь. Смыслами, да, на. Но это уже речь. Потом они облекаются в словесную оболочку. В этом смысле, вот мысль изреченной изложки, тючевская фраза, как раз это отражает. Так я не спорю, я просто к тому говорю, ну, мы сейчас далеко уйдем, да. У внутренней речи свой синтаксис. У нее, это отдельная такая речь, но она все-таки, это вербальный язык. Он такой смазанный, но это все-таки уже язык. Это вербальный. Во всяком случае, из Выгодского, а также из Лурии. Так следует. Когда мы видим больных с афазией, и они говорят телеграфным стилем и так далее, то что все они пишут? И Лурии об этом пишет. Он пишет, что внутреннюю речь, что мы внутреннюю речь иногда видим вовне. Это в разговорной ситуации, когда все ждут трамвай, и кто-то кричит «идет», и однако всем понятно, что это идет именно трамвай, который ждут, а не вообще кто-то идет. И у детей, у маленьких, где еще не ушло, и в афазии. Ну, это термины пошло там, ну, я бы не лезла бы. Спасибо большое. Вера Ивановна, спасибо большое. У нас еще один вопрос. Вера Ивановна, можно один вопрос? Так, секундочку, у нас вопрос еще, пожалуйста, Константин Владимирович. Татьяна Владимировна, спасибо большое за доклад. Его главным тезисом было то, что смотреть надо не только на мозг, но и на картины великих мастеров. Но если между этим и этим не будет какого-то связующего звена алгоритма и принципа, это бессмысленно. Это означает, что вы днем расшифровываете электроэнцефалограмму, а вечером ходите в Пушкинский музей. И это будет традиционная история про две культуры. У вас есть какая-то идея конструктивная? Каким образом связывается? Я честно буду отвечать. Вот мой честный ответ будет такой, что мне понятно, что нужен вот этот промежуток. То есть он не промежуток, а... Это не промежуток, это... Хотел сказать слово алгоритм, но это не алгоритм. Это что-то, с помощью чего мы должны смотреть на Пушкинский музей, условно говоря, вот имея за спиной идею эту мозговую. Как это сделать, я не представляю себе. Но я понимаю, что этот ход не... Он... Его нельзя пропустить. Спасибо. Вера Ивановна, можно один вопрос из Баку? Очень коротко, пожалуйста. Очень коротко. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Татьяна Владимировна, я профессор Олег Первый из Баку. Спасибо за столь содержательный доклад. У меня к вам один вопрос. Не считаете ли вы, что мозг каждого человека является ли транслятором храма информационного поля Вселенной, который заложен в его генотип с момента зачатия, ключ к дверям которого он должен подбирать сам? Да, я поняла вопрос. Он не так прост и легкомысленен, как кажется. Я с другого боку начну. Нужно иметь в виду, что Наталья Петровна Бехтерева, которая знала про мозг существенно больше, чем я, потому что она с ним работала прямую, и много лет она так считала. По крайней мере, последние годы, когда я с ней общалась, много, она бы согласилась, если бы ей задали вопрос, не является ли мозг, я более просто скажу, чем примитивней, не является ли мозг неким приемником чего-то, что болтается, так сказать, во Вселенной. Она бы сказала, да, пожалуй, да. Это часть моего ответа. Вторая часть у меня такая. Буддисты считают, что сознание разлито по Вселенной вообще. И у буддистов, между прочим, традиция в тысячи лет. Мы не можем сделать легкомысленный вывод, что это, так сказать, люди, которые просто мало знают. Вот они немало знают. И мы не можем делать вид, что этого нету. Это такая точка зрения есть. Вот мы с Константином Владимировичем были в Индии, там на встрече с Далай-Ламой, с буддистом, там обсуждались такие вещи. То есть у них вопрос не стоит. Поэтому, если ты им задаешь, например, вопрос, если сознание, я не знаю, у карпа, да, или там у бабочки, то они будут уделены вопросам. Потому что позиция такая, что оно есть везде. Более того, оно даже не обязательно в живом есть, оно как-то разлито. Извините, что я так долго отвечаю. Но последний мой, вот как бы научный мой ответ будет такой. У науки свои правила игры. По крайней мере, у нашего типа науки. Карты на бочку она хочет. Поскольку, да, она хочет карты на бочку. Поэтому я была бы очень рада, если бы такие карты у нас были. Но у нас их нет. Мы не можем это... То есть мой ответ не нет, а мой ответ, мы не можем это доказать. Равно как мы не можем доказать и противоположное. Поэтому в некотором смысле, вот когда Дарвин говорил, а что обсуждать? Мы не можем обсуждать. То это вот такая же вещь. А что обсуждать-то толку? Я не могу... Мне это не сделать. То есть если мы в рамках салонной беседы, то тогда много можно чего рассказать друг другу. А если в рамках науки, тогда, пожалуйста, выкладывайте факты. Факты доказуемые. Вот в чем. Можно, Татьяна Владимировна? Татьяна Владимировна, а примите в качестве карты феномен инсайта. Я являюсь этой картой на бочке. Я не поняла вопрос. Или не очень расслышала. Там какой-то сбой, по-моему. Карта на бочку. Может быть. Вы сказали карту на бочку. Карту на бочку. А вы говорите инсайд. Было слово инсайд? Или мне упасно? Да, совершенно верно. Феномен инсайта. А это да. Это у нас вчера студенты про это рассказывали. Мы зашлись прямо. Ну, в том-то и дело. Это то, что еще называется в психологии ага-эффект или вау-эффект. Когда совершенно непонятно, почему вдруг тебе ясно, что это вот так. А потом ты задним числом как бы начинаешь раскручивать, почему тебе это ясно. Только ты сначала тебе эти как бы предъявляют результат, а потом ты думаешь, откуда он взялся. Ну, да, это очень интересная тема, но мы здесь застрянем на несколько суток. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.